Участие судового проведения у вас есть доверенности? Участие судового проведения есть лопотание порядок 20-22 господинского федерального отхода в Украине. Доверяется складу коллеги? Да, предоставляю. У нас присутствует телевидение, да? Журналіст газеты «Наша версия», кореспондент Новик Островий Леонидович. И представник по справе. Задручен. Серйозная версия? Наш. Коллегия не заперечивает. Просто устанавливается регламент. Коллегия судью обучала материальные справы, відзывы, апелляционную скарбу. Поэтому с тисла 2-3 пилины до 5. Почему у них згодность постанова апелляционного суда? Почему? Почему? Какие нормы права были поручены господинским судом апелляционного суда? Будь ласка, кто у нас Макарова представляет? Ви Макарова, да? Нет, я Макарова, но прошу, чтобы мой представитель. Будь ласка. 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 Украино-правоакциональные товариства была еще порушена. 91 статя ЦК Украины, где сказано, что посадок государственных предприятий должен действовать в интересах предприятия и добросовестно и разумно не превышать свои повновления. То есть, эта 92 статя также была, у нас есть, основа визнания данного правоакционного недействия. Кроме того, мы, как представлено, мы, как представлено, начали 71 статю ЗК Украины по рациональному товариству и стир нас виноват с тем, что ЗК Украины по рациональному товариству в инстуку силу с 2065 года, а основной договор оспорювании договора, он был подписан в 2008 году. Однако, мы считаем, что судом по решению финансово установлено при том, что додатковая договора, которая обладала за 30-го марта с 2060 года, она практически переуклала этот основной договор, в связи с тем, что вартость забезпеченного майна увеличилась в активности додатковой уходы с 1 153 000 до 3 76 000, и кроме того, было введено додатковое предприятие на забезпечение гривотовских вимог, ну, цей договор состав, який обладался. В связи с тем, поскольку додатковая договора в 30-го марта с 2060 года практически является укладанием основного договора, она укладывала основной договор, и на тот час уже действует закон про акционирование товариства, то мы вважаем, что в связи с тем, на на этот договор, распространяется норма статьи 71 о укладании договоров, враховывая заинтересованность посадовых властей. Поэтому, таким чином, мы вважаем, что этот договор неправомерный, укладенным в порушенную 203 статтю Целина Уклодексовской, укладенным не враховывая нормы, действующие нормы законодательства, и таким чином, мы просим признать его недействием. То есть, вы поддержите позицию первой инстанции? Да, да, но там дело в том, что еще немножко не отримываем первую инстанцию, в связи с тем, что там выключили из відповедачей Метизы, то есть, вот, мы считаем, что в связи с тем, что Метиза является зацикавленной особой, то есть она была третьей особой в укладании судового договора, то таким чином, ну, в цей части решение в первой инстанции так же неправомерным. Ну, вы же не подавали апелляцию, мы подавали апелляцию, и не на этой части. И касация у меня зазначена, что мы не положимся с решением первой инстанции в частине узнания дейной правильности о том, что вы просите? Я хочу сказать, что сделка эта по кредиту делалась в интересах исключительно торгового дом Метизы, который никакого отношения к заводу не имел, и где учредители были, семья Любимова, которая одновременно выступала и руководителем посадового особого запроса встали прокатного завода. банк знал о том, что деньги эти шли торгового дом Метизы и оттуда шли на строительство домов в Крыму, которые никакой деятельности по подъему, так сказать, или улучшению работы завода не приносили. Дома просто на берегу строились и продавались квартиры. Это на улучшение работы запроса встали прокатного завода никак не сказалось, только наоборот, ухудшилось. И это привело к банкротству завода, это привело к ликвидации завода, вырезали в металлолом и 60 миллионов долларов стоимость примерно завода потерял я, как собственник, ну и государство, так сказать, в институтах своих, пенсионный фонд, налоговая, соцстрах и так далее. Я вас поддерживаю в своем представителе. Рядом с соседом. Друзья Михайловна Анатолий, представник позывача Макарова. Я хотел суду еще поведомить, что я кроме того, что представник, я еще и кредитор запроса встали прокатного завода. То есть кредитор из правил банкротства? Да, из правил банкротства. Тиждень назад мы выиграли. Я дякую Верховному суду за правильную позицию. Выше? Выше, да. Госпожарственному суду за правильную правовую позицию. И все-таки хочу суду еще раз поведомить, в связи с тем, что мы сейчас разговариваем связанную справу, что я чётко заявил, и это доводится. Я сейчас проводил расследование Служба безопасности Украины по факту экономической диверсии. Я на воду в минулом заседании, ну, частина людей была в том заседании, но в моем увазе пани Панова была, я показывал. Я чётко заявляю, что був зговор людей, а саме я их называю, это Сергей Лазаренко, известный рейдер, его представители есть. Я сообщаю и заявляю, что факт замысла на моё жизнь был замовлен именно Сергеем Лазаренко, который действует в связи с другими известными человеками, это Олегом Дюбиновым. Почему Олегом Дюбиновым? Я прошу, я понимаю, что для вас это очень важно, но вы не обратились к правоохранению с этого проекта. Так, я же вам поведомлю, что в минулий раз я подал договор. Я в минулого раза не ответил. Я призываю вам, что в минулом заседании я подал лист Управления Службы Безпеки Украины, что оно порушивает по этому факту криминальное проведение. Теперь все таки стосовно Макарова. Стосовно Макарова, я вважаю, что этот договор должен быть скасованный не только из тех оснований, что заявил Макарова до первой инстанции, а и из оснований других статей ЦПК. Зокрема, согласно с статьей 228 ЦПК Украины, правочин, который порушает публичный порядок и причиненный с метою, что соперечить интересам государства и общества, я могу даже довести, був спрямованный на порушение конституционных справ и свобод людини и гражданина, знищение, пошкоджение майна физично или юридично. У наших письмовых пояснениях мы сделали через канцелярии, что сделали рейдеры из этого завода. И это все явилось основной фиктивной договора заставы. Почему фиктивной? Потому что никто из керевников, которые изготовили этот договор, они не мали на метке жодных действий. Я взгляну вашу увагу, что паня Нагих сидит не с нами, в тестах, в которых она должна быть. Она сидит с рейдером поруч, представителем рейдера. Я хочу еще предъявить, что и банк керевников, который в конечном итоге тоже зациклабленный особый уничтожен завод. Почему? Потому что властником банка Виктор Пинчук. И Виктор Пинчук властником завода Интерпайп, где были перерезаны и переданы все станки. Если бы это была изменена права властности, я бы не был так агрессивно налаштован. У нас есть конституционные права. Я хочу сказать, что независимо суд, я не буду, я впевнен, что суд принесет правосудное решение. Я подам про скасование цего и других договоров негально. Я кредитор, который выиграл в этом суде, негально. Я, независимо от того, какое решение обещаю, я сам фигурант справ Анатолия Руденко против Украины, я выиграю в Европейском суде. Я знаю, что пан Макаров выиграет Европейский суд. Я знаю, и еще и еще и еще. Я отримал ответы от Насирова, я отримал ответы от службы безопасности Украины. Больше того, наш президент Порошенко меня особисто обещал на видео, что он разберется с этим вопросом. Я перепрошу, мы тоже разберемся, но у меня до вас прохание. Мы же вышли за межу рекасаційной страхи. Нет. Мы не вышли. Я хотел еще вернуть, что суд мает право, почувши эту информацию, передать ее на правоохранные органы для переведения. Но я прошу скасировать постанову Донецкого апелляционного господарского суду и на тех председателях, что данный договор был так, как скасировать постанову Донецкого апелляционного господарского суду, в целом я считаю, моя точка договора, что нужно было отправить на новый разряд именно в суд первой это моя думка. Но я не направляю. Вы касаційную сторону не писали, но я не дал свою точку взору, чтобы скасовать. Но если суд скасовывает постанову апелляционного суду, оставит решение в Запоряжском суде, то вы не 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 а вы не не а не а вы представ что кредит не не вы не может быть признан недействительным, потому что он был укладен в 2008 году. Подставы для посылания скажем он подставами для признания недействительного с с 171 закона Украины с посылок мали длитель до закону про государство товариство. На момент здействия угоди посылки дали цельком пробомерно в межах компетенции, которая им была надана уставами внутренним и без обмежений в боку закону. Також хочу сказать до застосования пункту 1 статья 216 на который посылается скажем не может быть в связи с тем, что подчас первого инстанции скажем не надав про застосование нового закона. Для того, чтобы эта норма была застосована, он мог бы исправить соответственно судовый сбит и с соответствующим с ответовым или с соответствующим в первой инстанции. Без посылок не может быть использований кілька мировознений для норма мировознений. А вы мировознений я могу быть Я думаю, что не задоволен к ассоциальному искаженному постановку Донецкого вакурационного господарства в суде 19 грудня 2016 года. Залишусь в этом постановку бездвижности. Насколько не представьте, пожалуйста. Представник того, что не снимали. Хочу зазначити, что статут ПАЗ «Затаревский селеприкатный завод» не вместил положения, которые были внесены в законопроекционерном господарстве. Поэтому не предбачено было, чтобы наградовая рада отривала решение на поддание спиртного договора на законопроекционеров. Поэтому прорывание на то, что эти спирные договоры должны были вкладываться в законопроекционерном господарстве, не доведено и не грунтово. Также хочу зазначити, что ПАЗ «Затаревский селеприкатный завод» не вводит в законопроекционерном господарстве в законопроекционерном господарстве. ПАЗ «Затаревский селеприкатный завод» не вводит в законопроекционерном господарстве. ПАЗ «Затаревский селеприкатный завод» не вводит в законопроекционерном господарстве в законопроекционерном господарстве. ПАЗ «Затаревский селеприкатный завод» не вводит в законопроекционерном господарстве. ПАЗ «Затаревский селеприкатный завод» не вводит в законопроекционерном господарстве. ПАЗ «Затаревский селеприкатный завод» не вводит в законопроекционерном господарстве. ПАЗ «Затаревский селеприкатный завод» не вводит в законопроекционерном господарстве. Это уже зацикавлено. Он в своем конституционном скале означает, что он дизнался с 2015 года. То есть это не перекручение в кратку. Прошу суд это сазначит. Я подавал это вопрос. Я хочу отметить, что я подавал это вопрос. Я подавал это вопрос. Но суд постановления полицейской станции заявил, что это не дослеживается. Хотя есть объяснение, что суд обязанно не дать такое вопрос письмо. Процесс был записан на аудиофиксации. Поэтому прошу суд с урахованием выполненных обставок, что старшник перекручивает факты и не действует. Я прошу судовую коллегу оставить постановление правительственной суды в Сирии. А правительственную скарбу без задоволения. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Олександр Зайцев. Александр Никазач, представитель юрисконсмента ПАДБАНК «ДНПР». Ви тоже кто? Так, парт 6. Пожалуйста, полностью поддерживаю предыдущего предыдущего. Не буду повторюватися, аргументы таки самі. Хочу зазначити, що на час укладывания договора застава голова управления предприятий, відповідно до норм, діючи на той момент законодательства, та вимоги, викладенных у статута, ніяким чином не порушуючи своих повноважений и не перевищуючи. Тому просимо суд відмовити у задоволенні касаційної скарги та залишити постанову Донецького федерального господарського суду і 19.12.2016 подав на нас подальні справи без зміг. Підповідь, будь ласка, уточнюючи нових запитань. Нагадайте, будь ласка, по пам'яті, коли там справа була порушена про банкорство, Ваша честь, на жаль, не можу вам сказати. Добре, дякую. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...